На российском кладбище нашли тайник с миллионами, краснодарские исследователи, сотрудники местного управления ФСБ нашли на кладбище тайник с 50 миллионами рублей, расследуют дело о взяточничестве, вот видите, даже на кладбище нашли, ну понятно, вот представьте, вот был взяточник, да, какой-то, и у него на кладбище зарыто 50 миллионов рублей. Что Робин Гуда-то до ФСБшников и этих ментов не нашли? Ну что, они взяточников не знают? Ну, бери эту взяточник к Калиеву и находи эти 50 миллионов рублей, мало что, нормально. Зачем? Они ходят там, всякие преступники, да, ходят там, каких-то бедных грабят, какие-то квартирные кражи совершают, какие-то угоны совершают. Вот вам, пожалуйста, работа для Робина Гуда. Я думаю, таких чертей, у которых там закоплено, не по 50 миллионов, а как у этого Захарченко, да, полковник, 9 миллиардов, таких навалов. И Кремль заявил, что изменение статус ково в Приднестровье может привести к дестабилизации. Да, ну, Майя Санду потребовала вывести войска и разоружиться в Приднестровье, вывести войска из Приднестровья, которые там находятся. А тут вот, говорит, это будет дестабилизация. А в чем же будет дестабилизация? Что же эти молдаване побегут, русских резать в Приднестровье? Что, они их в Молдавии не режут? В Молдовии там полно русских, половин, наверное. Они их не режут, а в Приднестровье сразу побегут резать. Потрясающая ситуация, конечно. Ну, посмотрим, во что это выльется. Я думаю, что настроение в Приднестровье уже другое. Уже Приднестровье тоже хочет, наверное, куда-нибудь в нормальное место. В Евросоюз, с Молдавией, там без Молдавии это уже дело третье. Ну, что в Евросоюз это точно. Я не думаю, что кто-то хочет продолжать служить Путину. Кремль допустил участие посла России в инаугурации Байдена. Допустил. А надо Байден не пригласить его сказать. Да, пошел ты нахер. Допускай. Российский заммэра погиб на охоте. Какой-то заммэра Новоуральска Михаила Черницкого. Подстрелили, его приняли за какое-то животное. Еще какого-то чиновника на выходных подстрелили. То есть, больше ста уже человек застрелен. Вот я в Твиттере написал. На охоте застрелен за мэра Новоуральска. Его приняли за животное, как и сотню других застреленных за год охотников. Меня часто спрашивают, почему ты ни разу не был на охоте, хотя всю жизнь имел оружие. Охотничий билет и даже оружейный магазин. Наверное, я не хотел быть животным. Я написал это в Твиттере. Взрыв вызвало сразу же. Какие-то придурки прибежали. Один крендель, который сфотографирован с ружьем на аватарке, пишет. Чувак, грозящий Путину, ссыт убить зайца. Я ему пишу. А ты, судя по фото, смелый и зайцев убивать не ссышь. Ну и, соответственно, также пишу твит, в котором задаю вопрос. Почему все эти доморощенные Рэмбо боятся пукнуть против Путина, но считают высшей доблестью стрельбу по безобидным зверюшкам? Вот это для меня загадка. Почему? Для меня самая большая загадка. Почему русский народ не боится ни Бога, ни черта, ни Гитлера, но боится своего государства, но боится своих начальников? Вот это для меня загадка. Почему можно там пойти? Я не знаю, куда до Берлина дойти, но каких-то там партийных бонз подвинуть никак не получается. Вот мы намерены сделать, я думаю, что в нашей программе это будет одним из главных пунктов, мы намерены сделать, чтобы государство боялся русского мужика, а не русский мужик государства.